Привет, друзья! Ну вот этот цикл насчет эзотериков я начну насчет хиллеров. Дело в том, что после Берегового в центре подготовки космонавтов стал генерал Шаталов. Генерал Шаталов мне рассказывал, что очень модно тогда была тема вообще про хиллеров, это проникновение и хирургия без ножа, проникновение в тело без ножа. Это на Филиппинах или еще где-то очень такая культура развитая. И вот Шаталов, он значит поехал туда, им было все доступно в любом конце планеты, и вот он услышал и поехал туда, и значит ему хиллер проводил операцию без ножа где-то здесь, где-то здесь проводил, и очень ловко-ловко, очень ловко выучил там такую форму. Вот, а потом Шаталов говорит, вот у меня здесь на ладони, вот здесь вот есть тоже вот очень большая неприятность, от которой я хотел бы освободиться, и хиллер отказался здесь делать, потому что здесь было, говорит, на виду у меня. А там, говорит, я не видел. А потом, когда, говорит, он бросает вот то, что он удалил, но они там говорили, да, вплоть до операции желчного пузыря могли делать, а потом, значит, когда резидент снимки заново делали, после этой хиллерской операции, оказывается, желчный пузырь как на месте был, так и остался. Ну, короче говоря, вопрос заключался в том, как он мне объяснил, что они очень ловко умеют всякие вылучивать вот эти вот неприятности, которые недалеки, очень ловкие, ну, можно сказать, массажисты или кто-то, вот это очень ловко это делают, настолько ловко. А потом, в принципе, второй момент там заключался в том, что они иллюзию создают этого эффекта. Якобы они какой-то орган там почистили, что-то отрезали руками, на самом деле бросают типа в кровь, потом кровь течет, и там оказывается потом, что это кровь животных, который, ну, там подставлено. Вот. У человека возникает эффект иллюзии, что действительно ему что-то удалили, то, от чего он долго мучился, и таким образом создавался эффект психологического воздействия. Психологическое воздействие, ну, мы понимаем, если ты долго мучился, и вдруг тебе сказали, что у тебя удалили вот эту воспаленную часть в организме, ну, ты как-то в это веришь, потому что ты видишь прямо на глазах, там, кровь шла и так далее. Ну, там же и была третья часть. Как быстро они заращивали место этого шва, якобы. То есть, после того, уже через полчаса, якобы, там и рубцами остается, в месте, где он проникал рукой. Ну, вот такое было хитричество. В следующем ролике я вам расскажу, как пострадали некоторые космонавты, некоторые космонавты от вот этой повышенной доверенности в модно развиваемое тогда вот это направление, потому что узкая специализация наук. Представляете, что это такое? Вот раньше был, например, земской врач. Ну, он там и в почках разбирался, и в печени разбирался, и видел человека в целом. Потом началась узкая специализация наук, появились врачи, которые только в печени разбираются, в целом уже теряют картинность, или в почках разбираются, в целом уже теряют картинность. И вот эти пустоты между этими узкими отраслями, а человек-то целостное, духовно-физическое существо, вот эти пустоты стали активно заполняться экстрасенсами, эзотериками, которые, ну, короче говоря, холистическая медицина развивалась, когда целостный подход, целостный подход. Даже вот на радужке глаза стали писать диссертации. Было такое, что можно диагностировать там различные вкрапления всякие. По ним, значит, ну, говорили так, ведь всё в организме взаимосвязано, да, всё. Значит, почему вы не верите, что по радужке глаза можно определить, печень у человека больная, там, или почки, или ещё что-либо. Ну, вот за счёт вот этой идеи, что, видите, всё взаимосвязано, да, всё, да. Вот, а почему вот так вот вы не верите. И начинали там и диссертации писали, и статьи писали, и ридердиагностика была, очень распространялась. Ну, а сейчас где она, ридердиагностика? Ну, ладно, я вам в следующий раз очень интересно расскажу о том, как пострадали некоторые космодавты за счёт этих эзотериков.